И всем привет ребят, с вами мистер Ванька и сегодня я записываю новый ролик После такого продолжительного перерыва мы наконец-таки продолжаем записывать наши интересные ролики по игре И сегодня у нас очень необычный, наверное, видеоролик, связанный с киберспортом Кто знает, ребят, у нас закончился турнир сетапа, буквально вчера переигровочка у нас гранд-финала была Раунд доиграли ребята, но результат у нас не изменился Сегодня речь пойдет именно-таки по данному турниру У многих ребят имеется очень много всяких разных вопросов Ну и вообще хотелось бы сегодня дать какой-то свой фидбэк по данному турниру Потому что, как по мне, это был очень интересный и довольно-таки грамотный турнир Которого, по сути, не было у нас раньше никогда, не было у нас такого формата И это было что-то новое Поэтому, ребят, если вам нравятся видеоролики, связанные с нашим киберспортом С моими рассказами, идеями и тому прочему То обязательно прямо сейчас поддержите данный видеоролик лайком Подписочкой на канал Я только так смогу понять, что вам нравятся подобного рода видеоролики И вы хотите их видеть как можно чаще Потому что последнее время имеется в моей голове очень много интересных тем Связанных с киберспортом, которые мне хотелось бы вам рассказать Если вам это интересно, то я обязательно этим займусь Начнем, ребят, наверное, с самого важного вопроса Который стоял у всех, наверное, ребят Которые смотрели мои трансляции Которые болели за Этернити Как так, как так Такого плана и такого Калибра команда Заняло всего лишь четвертое место в сетапах Хотя, по сути, все говорили, что Этернити фаворит Сетапы, турнир для Этернити Они его на изи возьмут И тому прочему Но они заняли четвертое место Очень многие удивились В какой-то степени даже Огорчились ребята, которые Играли в команде Этернити Но я для себя, наверное, понял только одно То, что в этом нет ничего страшного И такие поражения бывают, да Безусловно, это не единственные поражения Которые у нас были вместе с ребятами Даже с теми, которыми я играю уже довольно-таки давно Но вся проблема совсем, наверное, в других вещах Я сегодня постараюсь их все рассказать Не буду, наверное, особо много там балаболить На каждую из тем Потому что, по сути, тем есть много Да, есть какие-то неразберихи Которые были у нас именно-таки В команде Но я не буду тут, как бы, по этому поводу Ничего особо говорить Никого упоминать Это мое субъективное там мнение И я не собираюсь там его Особо так разглагольствовать Говорить, что кто-то там рак Кто-то прокрабил Нет, по сути, проиграла команда Не было такого, что там есть вина На каком-то одном-единственном игроке Такого у нас в командах, ну, вообще, по сути, не бывает Ну и есть, наверное, причины Для кого-то, например, для меня Может быть, в какой-то степени Не хватило определенной мотивации Для кого-то это был особо незначимый турнир Но имеем то, что имеем Имеем четвертое место И поэтому Я сегодня попытаюсь вам все это дело Объяснить Такое вот небольшое у нас вступление получилось Начнем, наверное, как я уже и сказал С мотивации Почему было мало мотивации на данный турнир Все, наверное, ребята знают Нашу любовь И нашу супер дерби Команду, наверное С которой мы постоянно играли Против Это Вавилоны, да Это наши любимые Вообще противники Которые, по сути Мотивировали даже В какой-то степени нас На бои На Суперинтересные Гранд-финалы Которые были против них И Когда происходит такой момент Что Ты постоянно играешь Ты постоянно настраиваешься Под этого сильного противника Ты Не смотришь вообще ни на какого другого Ты думаешь Ай, пингвины Ай, там, сильверы Да без разницы Мне без разницы У меня есть Вавилон У меня есть команда Которая будет в финале И мне обязательно Нужно дойти до нее Ты не думаешь Что у тебя есть Какой-то еще другой противник Ты Выкладываешься на максимум Чтобы дойти до него И там уже показать результат Но Когда этот противник Просто исчезает Когда Его просто не становится Ты задаешься вопросом Кого ты хочешь выиграть Кому ты что хочешь доказать И У кого ты хочешь забрать там краски Да В моем понимании Это Безусловно Огромнейшая Мотивация Которая давала нам Данная команда И которой не стало Да И Я считаю Это Точно Решило Очень много Наших Ну именно таки Неудач Наверное В данном турнире Потому что я более чем уверен Что если бы вавики Играли бы данный турнир Они были бы в финале И Мотивация Пойти туда И сыграть против них У нас была бы просто колоссальна Но Вавиков не было И Турнир обстоял совсем С другой стороны И Были пингвины Не такие сильно заряженные Были Сильверы В которых Валера Вложился Можно так сказать Собрал очень достойный коллектив Я до последнего верил Что у ребят получится И даже До начала Плей-оффа Я Явно по шансам Оценивал то Что Сильверы Могут выиграть Этот турнир Хотя Все там говорили Что сейчас Этернити будет нагибать Но Для себя я уже понимал Что скорее всего У нас не удастся Выиграть данный турнир Это бывает Когда Ты понимаешь Что У тебя в команде Играют лучшие игроки Когда вы играете Вместе Вы понимаете Что Доказывать-то уже Некому ничего Ты уже никому Ничего не должен Доказывать И я абсолютно согласен С мнением Марселя Который сказал Что По сути Ты Играешь Просто чтобы Играть И тебе некому уже Ни В своей команде Ни Какому-то противнику Что-либо доказывать Ты просто катаешь Ты показываешь Свой уровень игры Но когда нужно Что-то придумать Сыграть как-то Удивительно Интересно Необычно Ты Ты К этому Не готовишься И Бывают Вот такие Вот Провалы Случаются И Данный Турнир Не был Исключением Безусловно В каком-то Образе Да Я не хочу Оправдываться Конечно Но Удача была Тоже Не особо На нашей стороне Какие-то моменты Явно Повезло Противнику Да Если Говорить Про пингвинов Когда там Например Ребята увозили На 0 хп флаг Ставят Да Но Удача есть И Когда она не на твоей стороне Это конечно печально Но Винить Все на такие моменты Это конечно тоже глупо С моей точки зрения Я считаю Что Не совсем Грамотно Была Подготовлена Команда К Определенным Противникам Не было особого Разбора Ну и Возможно В этом даже и не было Это особо смысла Какого-то Сверх Большого Все же Турнир Как ни крути Это сетап Это двадцатка И это Ну не совсем то К чему Все там стремятся И готовятся Прям жестко Сильно нереально Но Команда была реально Крутая Крутая И вообще По сути Я хочу Респектануть Всем тем игрокам С которыми я сыграл Данный турнир Я более чем уверен Что у нас Не удастся уже больше Сыграть Таким составом Очень крутые игроки И вообще Подбор Состава Был в таком Эквиваленте То что у нас Было по сути Девять игроков Основы И любой из этих Девяти игроков Мог выйти и сыграть Да по поводу Последнего У меня вообще Есть очень много Вопросов Но это решение Главы И как бы Тут я ничего Особо Говорить не буду Это Пусть Будет Именно таки На его совести Что касаемо Других команд Что касаемо Сильверов Я уже как бы Сказал Это реально Был очень Крутой состав Я не знаю Сохранится он Дальше Будут Ребята Играть с таким составом Либо же Может в команду Придут еще какие-то Уже более Именитые игроки Но состав Который По сути Был Очень молодой Да Очень много игроков Которые Не на таком Высоком уровне Раньше играли Показали Как по мне Очень сильный И достойный Результат И я реально Был в каких-то Моментах Даже Немножко удивлен Что у ребят Настолько все Хорошо получается Да Конечно В финальной части Было видно Что есть ребята У которых имеются Какие-то волнения Ошибки какие-то Такие появляются Но это нормально Для таких игроков У которых нет Такого большого Опыта И для них Именно таки Этот хороший опыт Они уже получили За счет игры В данном турнире Я более чем уверен Что если ребята Продолжат То у них Все в дальнейшем Получится При том что Ну Валера реально Делал Очень многое Для коллектива И это было видно Потому Насколько он Выкладывается И насколько Вообще он отдает И нервов И эмоций Во время боя Да я смотрел Определенные раунды Я видел Как у них вообще Все обстоит В конференции И это реально Как по мне Достойно уважения Что касаемо Just passing То здесь я уже говорил Очень много Я рад реально За пацанов Которые По сути Не были вообще Той командой Которая должна была бы Выходить в плей-офф По мнению многих Да По мнению тех ребят Которые особо Не следят За ББПшками За Про-битвами В которых данные Ребята Постоянно играли Для меня Почти все игроки Были знакомыми Потому что Постоянно мы играли С ними Какие-то ЦТФки ББПшные То холмы То еще что-то Я знал Как ребята играют И Когда я их увидел На данном турнире Я понял Что у них Определенные Есть какие-то шансы У них Получилось Зацепиться За плей-офф Потом Выиграть Сильвера В первом бое Это было Наверное В какой-то степени Недооценка Со стороны Сильверов Но Они выложились Они показали Достойную игру Да Дальше у них Не совсем все получилось Они проиграли Два Разгромных боя Но они заняли Своё достойное Третье место И обошли Этернити Именитый коллектив Который по сути Там Был якобы Фаворитом По мнению многих Что касаемо Пингвинов Сказать что Это незаслуженная Победа И сказать что Они не были Достойны Занять в этом турнире Первое место Я не могу так сказать Я более чем уверен Что Ребята Проделали большой Путь И объём Работы Дабы Получилось у них Настолько достойно Сыграть Они я думаю И разбирали противника И готовились К каждому противнику По особенному Файл В этом плане Сделал Большую работу И Да Удача тоже Конечно У ребят Была На их стороне Я Ну просто Не могу другими словами Описать В тот момент Когда Условно говоря По игре Ты проигрываешь бой Потом происходит Не совсем Правильные Ну не совсем Даже не то что Правильные А не совсем Удачные моменты У противника Там вылетают Игроки Ну случаются Какие-то глупые Там Одевание Не того Вооружения Вы получаете Дополнительные Раунды Плюс Мотивация А у противника Дезмораль Ну это Это круто Это достойно Но Смогли выиграть Молодцы Посмотрим Что у них получится В МЧ Пока У пингвинов В МЧ Всё Ну не сказать Что прям Печально Но явно Не так хорошо Как сложилось На данных Сетапах Поэтому я Ребятам Желаю удачи Пусть У коллектива Который умеет Не совсем достойно Выигрывать И честно Будет получаться Это делать Более корректно И более Скиллозависимо Нежели За счёт Каких-то Дополнительных Возможностей Которые Им Сопутствуют Можно так сказать Что касаемо Вообще Турнира В целом Я хотел бы Сказать То что Это был Очень хороший Эксперимент И хорошо Что Вообще Подобного Рода Турнир Появился Это Был Очень Сбалансированный Как по мне Турнир Где Не было Такого Что Условно говоря Игроки Которые Умеют Хорошо Играть Соло И микромоменты Могут Выигрывать За счёт Этого Бой Такого Не было Решала Чётко Командная Игра И Как пример Я могу Сказать По поводу Этернити В данном Турнире Невозможно Взять И просто Сходу Разнести Противника Это Непростой Хард Где ты можешь Переодеться Под противника Где Противник Может Дефать И от Этого Вообще Не будет Толку Здесь Здесь В данном Турнире Решала Больше Позиционка Какие-то Наработки Какие-то Удивления Противника Сетапом Отыгрышем Каким-то Нестандартным Здесь Реально Нужно Было Что-то Придумывать Дабы Упростить Себе Игру И вообще Жизнь Чтобы Выиграть Какой-то Дополнительный Раунд А потом Возможно Просто Сыграть Более Аккуратно Задефать И не дать Шансу Противника Это все Реально Было Сделать В данном Турнире И по сути С точки Зрения Тактики Здесь Нужно Было Намного Больше Думать И Именно За счет Таких Вот Моментов Я хотел Бы Выделить Данный Турнир И Хотел Бы Сказать Что Это Реально Достойно Достойно То Что Прислушивались Многие знают Что Непосредственно Тот же ЛБЖ Тот же Имейдж Принимали Участие В корректировке Каких-то Правил Помогали Вообще Сделать Данный Турнир Лучше И Когда Условно Говоря Потом Говорят Что Этернити Сделали Турнир Под себя Не будет Там Нагибать Ну Ребят Это Серьезно Бред Ты Делаешь Турнир Не Ради Того Чтобы Было Тебе Удобно Ради Того Чтобы Была Реально Жесткая Конкуренция И Чтобы У всех Команд Были Примерные Равные Шансы Где Решать Будет Четко Твой Личный Скилл И Четко То Как Ты Будешь Разбирать Своего Оппонента Как Ты Будешь К нему Готовиться Какие Тактики Будешь Придумывать Чем Ты Будешь Его Удивлять Это Не Просто Условно Говоря Команда С крутыми Игроками Которые Вышли На бой И Которые Просто Показали Свой Максимум Без Каких Наработок Заготовок И тому прочему Что касаемо Этернити Я все Сказал По турниру Вроде бы Как Прошелся Единственный Момент Который Я хотел Бы Добавить Это То Что 100% Как по Мне Нужен Данный Формат Формат Сетапов Добавлять В Более Крупные Турниры Да У нас Дальше Будут ДС Потом МЧ Я думаю Что Если Кто-то Из Организаторов Турниров Будет Пересматривать Подобного Рода Видеоролик Чтобы Они Задумались О том Чтобы Добавить Данный Формат В Межклановый Чемпионат Потому что Там Безусловно Будет Может 3 Может 5 Форматов Боя И Как По Мне Сетапы Это Очень Интересно И Они Явно Разбавили Все Те Форматы Которые Уже Имеются В Таких Больших Турнирах Я Не знаю Что Можно Было Еще Добавить Вроде Как По Всем Тем Темам Которые Хотел Обсудить Я Уже Прошелся Если Вам Понравился Подобного Рода Видеоролик Если Вам Понравился Мой Рассказ По Данному Турниру Обязательно Не забывайте Прожимать Палец Вверх Оформлять Подписочку На Канал Также Ребят Писать Свой Комментарий Вообще Что Вы Думаете По Данному Турниру Кого Вы Ставили В Фавориты Сошлось Ли у Вас То Что Вы Думали Кто Вы Думали Что Вы Данный Турнир Для Меня Наверное Все Закономерно Произошло И Не Было Каких Таких Сверх Удивлений Имеем То Что Имеем Этернити По Ходу Данного Турнира Занимает Итоговое Четвертое Место Джаст Пассинг Новая Команда Черная Лошадка Заняла Третье Место Ново Испеченные И совсем Молодые Как по Мане Сильверы Занимают Достойное Второе Место Да Чуть Чуть Ребятам Не Хватило Ну И Пингвины Которые Долго Хотели И шли К данной Победе Наконец Таки Ее Получили И Достойнейшим Образом Заняли Своё Почетное Первое Место И получили На свои Аккаунты Любимейшую Интереснейшую Краску Звезда После Бронзы В межклановом Чемпионате Я считаю Что это Довольно Таки Хороший Результат Вот Такой Вот Видеоролик У нас Сегодня Ребят Получился Всем Спасибо За просмотр Если Вы его Досмотрели Вы Просто Красавчики И Я Хотел бы Только Наверное Добавить То Что Совсем Скоро Будут Выходить Более Интересные Видеоролики Связанные С киберспортом У меня Реально Имеется Много Интересных Тем И Даже По той Самой Любимейшей Моей Команде У меня Есть Тема Для Разговора И я Надеюсь Что Будут Ребята Которые Хотели бы Это Все Дело Послушать Поэтому Поддержка Будет Запишем Сделаем И Всем Спасибо Ребят Всем Пока